привет сейчас просмотрим его очень глубоко со всех трех сторон со стороны тела его тела мужского как он себя чувствует и что планирует как мужчина на этой колоде со стороны его души разговор с его душой и на этой колоде со стороны его духа разговор с его духом то есть по закону меркурия или гермеса душа тело и дух а в христианстве это святая троица так что святая троица это не только то что там вот вам говорят папы это в каждом человеке есть это дух душа и тело общность этого всего да и так под розами его тело его душа тайны старого замка тайны старого замка днем и ночью что его душа делает где его душа витает рядом ли она с вашей душой к поэтически будет расклад и он тоже даст вам конечно много подсказок как он пусть себя чувствовать с вашей паре что он будет делать почему он стремится и что действительно будет происходить в будущем и вот на этих картах это мистические кстати ленорман это его дух здесь будет три вот таких расклада я начинаю с его тела это общий расклад для всех независимо от вашего роста роста веса сказала случайно роста извините это правда я вообще случайно наверное ничего не говорю все это высшая сила разговаривают рост вес ваши его не влияет на это ваш возраст статус не влияет это для всех вы для себя обязательно что-то почерпнете вам нужно и то что поможет вам для этого я и делаю эти расклады я делаю только общие расклады поэтому мои расклады расцениваются так как будто вы ко мне прилетели на консультацию я воспринимаю разговор между нами очень тайный доверительный дружеский это не коммерческое видео я услуги своей здесь не демонстрирую и так начнем начнем с того что находим вашу пару в этой колоде две пары постарше и помоложе я выбираю помоложе лишь потому что там люди как и женс и в основном все мои зрители это русскоговорящие как и женс но и не только как и женс ну ладно но не хочу сказать что могут из африки конечно смотреть люди это вот эта пара вот эта карта вышла перед ним я запуталась извините еще раз повторюсь что я выбираю пару помоложе не потому что вы помоложе в любой возраст абсолютно идет кстати меня смотрят тоже из восточных стран я посмотрела из казахстан такие страны тоже смотрят меня с восточных стран ну во всяком случае африканцев вряд ли кто-то говорит по-русски если говорит то очень мало поэтому вот эту пару взяла независимо от возраста это разговор с его а телом 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 будем подробно смотреть позже я пока перейду выложу все при диагностике а потом перейду на то чтобы расшифровывать вам сюда открывать открывать весь этот разговор с ним итак смотрим на тайны старого замка здесь будет другая выкладка по домам вот перед этим и после этот дом у него в ночной его душа продолжаем кстати это моя авторская выкладка на этих колодах абсолютно уникальная смотрим дом теперь днем его дневной дом разговор с его душой днем ведь и днем с ним не очень удается поговорить самая последняя карта это днем разговор с ним с его душой и что у нас здесь получается смотрим ночью но очень интересно что книга до книга и били он крепко спит скорее всего потому что книга говорит о том что он глубоко входит в подсознание своего рода и лилия говорит о нем как о очень верном достойном человеке он просто входит свой рот во внутрь своего подсознания свой рот и там он беседует получает силу от рыцарей своего рода от очень мощных надежных людей породу это очень хорошо говорит о нем многое здесь мы укладываем посередине дом это дом дневной и луна то вообще символ души кстати что и здесь еще вижу и ключ но вот что получается дорогие мои луна и ключ днем днем скорее всего что он бывает мечтательным его душа бывает днем мечтательно интересно что ночью его душа она очень информативно так знаете логически подходит ко всему изучает подходы к жизни это правда а поскольку ночь когда мы отдыхаем формируется наше видение мира и исцеляются все травмы психологические и телесные тоже вот это у него хорошо получается а днем он бывает эмоционален и такой тонкая у него психика днем очень тонкая психика это его ключом как барометр очень легко он меняя свои настроения но я потом это буду объяснять пока только вот так коротко и так теперь эта карта вышла сама эта карта букет здесь его дух идет тело а его духе и я конечно оставлю карту букет потому что она вышла пусть на здесь у нас будет осмотреть будем тоже его и вас здесь одна пара поэтому сигнифицируйте пожалуйста как его и себя это двойник ваш вкладываете двойника своего на время посмотра смотри тут сразу мужчина и вышел смотрите кольцо и ребенок это новое что произойдет он даст вам кольцо потрясающе здорово дай его дух готовом дать кольцо то есть он очень серьезно к вам настроен даже на уровне духа но это уже точно что он ваш мужчина что если мужчина даже на уровне духа настроен это очень хорошо очень очень хорошо теперь ищем вас какими картами будете вы окружены раньше выкладывал по триадам но то же самое если вы вышли в каком-то номере триады я все равно следующий беру это и это следующее какая красота и очень довольна с одной стороны солнце а с другой стороны дерево он знает что вы для него как солнце для его духа не только для его тела но и для его духа вы как солнце для него и он конечно будет делать шаги чтобы вы стали парой потому что дерево это то что он уже вписал вас в свою родовую историю из с нетерпением ждет когда вы будете вместе как пара это если новый мужчина то же самое которого вы будете искать себе если вы живете давно от это тоже радость вы приносите и но всех касается да что он серьезно по родственному к вам относится родственный дух не только душа родственная но еще родственный дух здесь карта букет вышла преждевременно и она говорит о том что совет я буду давать совет по по всем другим апостаси им да но здесь вот по духу она выскочила сама и поэтому я использую сейчас вам скажу что вам конечно по духу быть вместе и вас ожидает свидание если вы еще не знакомы потому что его дух нашел вас и стремится к вам рвется к вам навстречу очень и очень классно тоже карта букет говорит что ваша красота тоже покорила его дух дух это предки рода понимаете это дух рода здесь видно безусловно что он притянулся к вам потому что родовые такие были ему такие родовые были ему указания и он чувствует он чувствует он считывает указание своего рода и они были сказаны ему очень откровенно о том что эта женщина твоей судьбы может он даже это предсказывал на вас раньше эта женщина духовно к тебе близко ты с ней будет счастлив ты себя найдешь в этой любви и это новые отношения которые приведут к счастью к радости браку дерево тоже когда уже вместе если вы уже в браке была какая-то притирка были какие-то у вас недоразумения между друг другом это все будет меняться в сторону плюс примирение будет и он вам принесет радость вы смотрите на карту солнца он вам принесет безусловную радость очень хороший прогноз касательно именно духа и совет дается радуйтесь он вас обожает потому что карта букет это карта обожание когда мы кого-то обожаем цветы дарим человеку тоже та карта юпитера в этой колоде от значит подарков больших больших вложений он вас будет складываться он вас будет вкладываться все это в этой карте видно что он будет в вас складываться знаете может я их так определю чтобы вы их лучше видели там так лучше видно очень важно чтобы вы смотрели это же обереги это карты которые своим видом лечат вас лечат вас и его даже если он это предсказание не смотрит карты своим видом лечат вас показывают вам дорогу друг другу задают направление на исполнение желания и это голографический вы и он и вы мозгу даете с ему его мозгу тоже задание такое обратить на вас внимание а если вы поссорились это вообще вызов его получается потому что всегда карты они делают так как делается в квантовой механике да если вы частички одного и того же чего-то а вы частички одного и того же чего-то одного теста да мы о нем смотрите он вас интересует так вот это одно тесто это то что вас связывает и даже если вы часто расстояние где-то этот расклад будет притягивать вас друг другу это это магия принципе магия так и идет а теперь я о душе потом а сейчас о его теле перейду сюда на эти карты и здесь посмотрим при диагностику и возьмем карту совета да немножко и вам расскажу больше тоже так вот выложу чтобы вы могли все видеть мужчина смотрит на карту леса сзади него карта букет что касается его тела но я скажу прямо до леса это акробатика в сексе в принципе да что касается тела я же здесь не говорю о том какие у него там будет мысли такие хитрые это нет не дом мыслей это его теле и здесь однозначно что его тело она изобретательна по поводу того как как все это будет на на фоне ощущений на фоне телесных ощущений а букет говорит о неге о наслаждении а нас вот когда мы смотрим на цветы мы наслаждаемся как они выглядят это красиво цветы всегда восхищают любого даже самого черствую человека то цветы красивая форма красивый цвет красивый все красиво красивая окей жен или красивая дата для которую дарит цветы вообще каждый день красивая дата потому что вы живете значит это красивая дата аромат вот все о вас ему нравится потому что карта букет об этом все доставляет ему удовольствие блаженство и радость по карте букет и лиса здесь его вот это желание вам понравится тоже естественно и желание смелое такое поведение с друг другом качестве тела до когда вы идете своим путем находите что для вашей пары работает вы поняли в каком ракурсе да я не буду так из уж слишком подробно но вы понимаете в каком ракурсе ракурсе близости когда в ракурсе близости во все устраивает когда вы друг другу подходите и доставляете друг другу удовольствие об этом лиса и он кстати сам придумает как доставлять вам удовольствие для него это очень важно кстати для мужчин иногда мужчина который слишком зацикливается чтобы доставить женщин удовольствия в интиме он наоборот не может это сделать потому что тогда уже в механику все приходит и включается логика так что здесь он наверно ему него пунктик такой есть для него очень важно это он думает что он может все но это хорошо для мужчины то что он как лиса изобретательной в это в этой области что касается уровня тела вы смотрите на карту луна и он здесь говорит с вами да здесь не только вы говорите с ним но и его разговор с вами с душой даже если он не смотрит видео даже если не смотрит это не важно смотрит он или нет сзади вас карта ребенок она говорит о новых ощущениях луна это тоже ощущение конечно это ваши потребности вообще в астрологии часто луна вообще-то спектрум много очень луна означает в астрологии нет однозначного ничего но один из спектрума что луна может означать в астрологии это ощущение и ваше желание ваше желание а то есть на земном уровне как вы напитываете свою душу дух или тело в данном случае тело так что луна больше о питании новый подход к питанию новый подход к питанию а независимо от него для вашего тела я просто рекомендация да как от гомеопата вот соответственно этому эзотерическому гомеопатическому лекарству вам необходимо новая техника в питании чтобы напитать свое тело что это телесный уровень новый ребенок а тело луна конечно это же луна это питание питание смотрите что здесь имеется ввиду чтобы быть здоровой да это важно для отношений физика физика тело нужно посмотреть за своим здоровьем и у вас это номер один потому что вышли такие карты а картам я очень доверяю обратить внимание нужно то что вы едите и как вы едите когда вы едите и сколько вы едите не потому что ему там хочется быть чтобы вы были стройные нет в основном мужчины если такие претензии предъявляют женщина скорее у него как трофея что он хочет чтобы гордиться ей перед другими людьми потому что внешний вид это только лишь для того чтобы выставить себя на показ да как экспоуз себя а многие мужчины просто любят мягких полных до женщин довольных собой в постели это самое главное вот такие вещи так что здесь скорее всего вашего собственной заморочки если тело дрябло и у вас давно у некоторых она таки до дрябло и здесь ну я сама за собой такие грешки чувствую для себя тоже смотрю нужно конечно ограничить себя в питании потому что тело когда упругая и крепкие мышцы для него это в кайф знаете тело может быть полная но не дрябло и но должно быть упругая и вам здесь советуется обратить внимание на то что вы едите как вы едите я здесь вижу что у некоторых может быть подход к еде как к медицине когда вы решаете эмоциональные элементальные проблемы путем похода на кухню который самый короткий путь на берете самый короткий путь или же просто наслаждение делаете потому что мало наслаждаетесь с ним сексе у вас может быть есть вот говорят холодность я не люблю это это обидно для женщин просто вы не можете расслабиться при сексе поэтому раз вы не получаете удовольствие сексе вы идете на кухню где-то же человек должен получить удовольствие правда где-то человек должен получить удовольствие ухты сокол и какой-то увы какая птица извините я слышу ее всегда вы теперь она себя показала вы иногда слышите каркане коров корова извините пожалуйста я имела ввиду ворон почему-то вороны коровы одинаково для меня прозвучали извините каркане ворон потому что у нас здесь много есть ухты сокол просто летит это ним вороны когда есть вороны там же есть сокол или орел да они обычно враждуют очень интересно если у сокола рядом гнездо но вот такое соревнование не зря сейчас я я не отвлеклась потому что когда я что чем-то говорю это все-таки часть целого и что происходит вороны и соколы это компетишен это соревнование это какие-то и завистники у вас какие то есть люди которые с вами соревнуются женщины другие примеряют какой у вас там размер а вообще у всех женщина то есть да но у некоторых это злобно а у некоторых нет так вот у вас есть кто-то кто злобно как вот ворона до сокола преследует соревнуется с ними за территорию выжимает вас из вашей территории есть такая женщина на телесном уровне да здесь есть это вы смотрите на карту луна вы переживаете об этом вот так такая зависть такая зависть такое желание победить вас даже может она и не хочет вашего мужчина зачем он не нужен понимаете но она хочет что чтобы вы поверили что она хочет вашего мужчину потому что хочет сделать вам больно здесь понятная как гомеопат вам скажу что есть такие люди злые люди и почему она хочет чтобы вы в это поверили сделать вам больно подумайте дам одну секунду на подумать наверное многие а потому что все люди умные конечно вы наверное уже знаете почему потому что если вы расстроитесь если она сделала так что посеяла в вашем сердце обиду или раздражение или еще хуже страх что она победит вы пойдете куда правильно вы пойдете к холодильнику и сразу она выиграет ну что как лишний поход в холодильнику когда желудка еще ничего не переварилась это лишний вес и кстати лишний вес проявляется не сразу через неделю вот это тоже треки поэтому мы так смотрим мой талия такая же но я теперь могу есть я поела вот а талия такая же но не обманывайте себя потому что через неделю только проявится понимаете не ориентируйтесь на то какого стали сейчас или какие бедра нельзя есть сегодня потому что через неделю это все будет видно и она вызывает у вас это раздражение то злость чтобы вы сделали что-то что вашу внешность понизила да самооценку потому что что такая такой внешность для женщин это ее самооценка к сожалению мы себя оцениваем потому как мы выглядим по сравнению с другими и сама критика почему плохая потому что что-то нам нравится что-то не нравится и вот это она и она бесконечная поэтому вышла луна я не говорю много а луна это серьезная карта телесный уровень очень серьезный знаете как у меркурия у него полумесяц лун круг и тело это символ меркурия это символ врачевателя вообще как на земле вы будете себя чувствовать вести да вот и луна и полумесяц и душа и дух это все влияет на тело тело это это крест крест это не то что христиане только взяли все они так взяли сказали все остальное грех но также это правда так что здесь смотрите за собой не думайте о нем не думать о нем думайте о себе потому что он вас обожает и будет находить новые возможности вам понравится сейчас я возьму совет для вас хорошая карта вышла карта дом и очень хорошо конечно что вышел дом совет такой расслабьтесь расслабьтесь получить удовольствие карта дом говорит о том что вы будете вместе понимаете можете так переделаю их выставляю геометрически потому что мне очень важно чтобы расклад для вас проигрался для геометрии важно расслабьте получите удовольствие у вас будет с ним сами совместный дом вы будете счастливы с ним в доме в этом у вас новые возможности иметь с ним совместный дом и новые возможности по лесе найти этот дом который принесет вам радость и счастье букет ребенок дом не волнуйтесь луна не заботитесь может быть вы думаете он вам изменяет там карта леса но этого нет он вы для него единственное у него за спиной то есть что то что для него естественное и что не сокрушимо это любовь к вам ваша красота которую он признает полностью и не сомневается и он не сомневается не нам не на мгновение вашей красоте сейчас я буду выкладывать вот эти карты и это что касается вашей душе но перед тем как выкладывать и немного сдвину чуть-чуть сдвину чтобы вы могли разговаривать с ним на всех уровнях вы знаете раз карты разговаривают сами по себе тоже поэтому я бы могла так сделать вообще ничего не говорить а просто выложить карты оставить их на полчаса вы меня спрашиваете ли сработает такой расклад до мой распад так сработает потому что мои расклады работают энергетически с вами ваше подсознание путем того что она смотрит на символ она лечится поэтому они сработают даже когда вы только будете просто смотреть сейчас я буду раскладывать относительно его душе вот это основное при ней смотреть да смотреть сравнивать карты смотреть это ночью я уже кстати немного говорила об этих картах когда выкладывала книга и лилия ночью он усваивает информацию о вас очень серьезно подробно и глубоко он усваивает ночью информацию о вас и его душа делает вывод лилия говорит о том что это абсолютно надолго это стабильно это навсегда его честное отношение к вам и его очень верное к вам отношение это все я читаю карту лилия а по книга он просто вписывает в хронике акаши вас свои до каждую ночь когда он спит вписываетесь вы все глубже и глубже все как бы солить solid это вот то что написано пером не вырубишь топором и вот это пришло мне в голову да сейчас именно так вписывайтесь вы в его книгу судьбы каждую ночь вписывайтесь все глубже все вернее он верно верно вернее к вам относится это вот как молитва да так душа его молится о том чтобы слиться с вашей душой по ночам что касается дня интересно что тоже вышла карта луна как и в том другом раскладе луна и ключ здесь луна и ключ и это днем днем его душа он волнуется о вас может быть он хотел бы чтобы вы были сильнее может физически вы жалуетесь или там головная боль или недомогание у вас есть всевозможные он на вас волнуется днем его душа а вашей душе днем волнуется может вы ему дали повод чтобы волноваться может вы сетуете на жизнь и с ним очень откровенно рассказывать ему что у вас болит днем и поэтому вы думаете что он он не слышит он еще как сильно вас слышит и он о вас очень волнуется днем он может этого не показывает но для него очень важно чтобы и были здоровы и для него ключевое это волнение о вас он очень тонкой организации человек на него все очень сильно влияет здесь вы просто два сапога пара вы очень похожи у него вышла карта луна и здесь у вас в раскладе вышла карта луна мы очень сильно похожи с ним и для него ключевое чтобы вы были сильная женщина ему хочется видеть вас сильную так что если вы еще не ходите там в спортзал для каких-то занятий расклад очень даже вам советуют потянуть мышцы потянуть свое здоровье потянуть свое ментальное состояние до душа очень связано с ментальным состоянием это буквально как одно целое вообще тело душа и дух это как святая троица понимаете точно как святая троица то есть это вот бог сын вас это тело дух это бог отец ваш у вас и душа это как святой дух у вас но это так христиане себе распределили а эзотерика говорит как не называете это одно и то же как не называете там египтяне бога по одному называют француза по-другому там россияне еще по-другому но это неважно есть русское положение до русские всякие духовные практики которые идут в глубину русских веков и это тоже самое люди вот разделили это все это разделение она конечно делает проблемы людям не могут люди происходить от разного естества до одно естество но у всех она тоже кстати разные по астрологии но то что сотворила нас какая-то сила да то есть творец это одно по этой причине я бы сказала что вам нужно обратить внимание на то что днем не очень-то сету тему знаете еще если мы кому-то рассказываем о своем самочувствии нехорошим что мы слабые у нас голова болит нет силы это мы теряем силу еще больше даже если человек нам желает добра он нас любит мы все равно теряем силу когда говорим что у нас силы нет вот мы скажите сила нет но ее не будет понимаете поэтому лучше держать язык за зубами и не говорит что нет силы а делать что-то планомерно чтобы сила была на самом деле хочется поделиться и скорее всего вы делитесь потому что в детстве у вас родители не слышали им было наплевать на вас и вам нужна поддержка то есть это психологическая проблема идет с детства я вижу это просто у многих слушателей нет если вы такой слушательницы не относитесь другие фрагменты расклада с вами проиграются здесь такой совет и я скажу тоже что поскольку ночь ночью он он вписывает вас книгу своей жизни это хорошо днем он волнуется вашим самочувствия это тоже хорошо что его душа она к вам приросла у вас есть конечно духовном уровне очень большое совпадение я здесь возьму вам совет карта букет прекраснейшая карта букет и совет таков естественно по букету до душа его цветет когда видит вашу душу такое объяснение его душа цветет когда видит вашу душу как красиво да совершенно поэтический расклад получился очень красивый здесь можно сделать конечно фотографии взять себе это как оберег безумно красивый оберег на то чтобы отношения шли в лучшем русле и чтобы они развивались ту сторону которую вы стремитесь абсолютно букет говорит о его бесконечной любви к вам и уже букет у нас вышел здесь правда еще раз букет луна дважды букет дважды конечно карты гадают как обычно показывают очень глубоко по делу с очень глубоким серьезным смыслом я еще сделала небольшое резюме по духу и по духу здесь особенно потому что знаете все это вот так идет на телесном уровне подходите ему она на душевном вообще стремится к вам и на духовном уровне это кольцо это его стремление быть всегда с вами и новый уровень отношений еще более глубокий еще более верный конечно важен не волнуйтесь посмотрите вот вы волнуетесь да здесь потому что увиден духовно конечно уровень самый глубокий что дух никогда не умирает тело тлеет лена а дух он он вечен да и мы здесь видим что солнце и дерево так что на духовном уровне вы должны радоваться просто радоваться каждому дню и тогда у вас будет сильнее здоровье от психики зависит тоже физическое здоровье очень сильно и карта здоровья вышло дерево не если зря я так здесь со всей силы старалась провести так такие целительские исцеления для вас да такие ритуальные эзотерические исцеления потому что не зря и вышло дерево дерево то здоровье здоровье будет радостное если вы этот расклад впитаете конечно начнет работать для вас со знаком плюс вот как здорово и смотрите насчет букета букет тоже повторяется так что карты действительно гадают все три расклада очень резонирует а значит что и на телесном и духовном и на душевном уровне он вас видит своей своим продолжением то есть без вас никак никак не может не мыслить себе жизнь без вас потому что здесь идут связки такие карты те же самые выходят во всех трех раскладах и об этом свидетельствует все это пользуйтесь этим раскладом это эзотерическое лечение это магическое исцеление отношений причем не навязчивая потому что если это не заказано дух и внутренние я и подсознание начинает с этим что-то делать обязательно это тоже для расслабления делается чтобы отдохнули получили удовольствие от эстетической прелести карт от того что карты они лечат душу и дух и тело и все начнет происходить со знаком плюс само по себе позвольте вылечиться тому что должно вылечиться у нас у всех есть внутри внутренний врач и если мы этому врачу внутренним не мешаем происходит чудо и мы становимся счастливее можно сделать себе скриншот этого расклада и таким образом он может у вас быть как оберег о вас и о нем потому что красота его конечно неописуемая можно сделать себе скриншот обязательно слива ведь у вас есть на это желание я сейчас начну карты собирать эзотерические дала вам одну одну минуту чтобы вы себе сделали скриншот вы знаете как это делать если не знаете там можно google конечно большое спасибо что вы поставили лайк если хотите чтобы этот расклад подействовал нужно сделать какое-то действие вам для вас для себя же не для меня или лайк или делитесь вы видео с друзьями это вы делаете не для меня для себя или отвечаете на комментарии других людей чтобы расклад сработал то просто для себя делаете действие кстати даже те кто посылают донаты они тоже делают это действие для себя потому что это такая небольшая оплата за то что я вам помогаю можно даже доллар послать сколько вам удобно сколько вам не в нагрузку я никогда не не думаю о том сколько потому что у кого-то лучшее положение может больше послать кого-то не очень хорошая будет лучше а если нет возможности послать либо же у вас такой функции нет я умоляю вас не думайте что я что-то от вас требую ли хочу ни в коем случае я говорю только для тех у кого есть возможности для кого это будет в удовольствие можно мне послать доллар или сколько вы можете это сделать лучше всего на сайте во время премьера если вы это делаете мне идет только по моему 40 процентов того что вы послали если послали например 29 рублей это понимаете сколько мне идет да а если на сайте пошлете почти все идет мне я вашу пересылку оплачиваю например вы послали сколько там доллар или 10 долларов по моему что-то youtube youtube а пейпел зависит от страны если в западных странах там по моему что ли 4 процента если в россии я не знаю сколько я оплачиваю пересылку то есть вы не платите за пересылку средств большое спасибо если вы сделали донат и поддержали мои мою работу потому что работаю только в общем доступе чтобы я делала больше видео там же я для вас печатаю благодарность то есть просмотр либо же ритуала либо же чего-то такого эзотерического чего я не не выпускаю в общем доступе я эти видео меняю потому что люди донируют некоторые месячные или как-то так тогда я меняю чтобы каждый раз вы зашли что-то посмотрели новое на моем сайте вам в радость в удовольствии то есть вы уже являетесь как бы знаете вот как опера или балет у нас на западе это все не поддерживается государством это людьми поддерживается так что вы являетесь вот такими цена там огромнейший вам спасибо моя дружба с вами выражается в том что я делаю для вас видео и делаю это энергию огромную трачу на это а дружба если хотите дружить со мной это подписка на канал желаю вам счастья здоровья увидимся мы на следующем видео видео здесь выходят практически каждый день можно нажать на название канала и тогда вы посмотрите много-много других видео видео на разные совершенно темы многие может не знают что нажимаете под видео есть название канала мое лицо и название канала туда нажать и перейти на мои страницы то есть мой эзотерический дом и там есть видео и сообщество все есть обо мне можно прочесть и посмотреть scroll down посмотреть мои другие видео если у кого-то есть желание это сделать вы себе поможете этим всем всего хорошего и до новых встреч пока